Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, это ощущение таинственности и глубины мироздания. Окружающий нас мир – вещь сложная. Несмотря на доминирующее положение материального мировоззрения, объясняющего все только с точки зрения конкретных фактов, ученые сталкиваются со многими явлениями, объяснить которые они не в силах, используя только современный научный инструментарий. Эзотерики уже давно пришли к выводу, что за любым проявлением материального мира стоят процессы невидимые, интуитивные, волновые. Именно они и определяют течение многих событий и явлений, в том числе и судьбы человеческой. Во все времена человек пытался понять мир и свое место в нем. Он видел тайные знаки, удивительные совпадения, вещи и сны. Он чувствовал нечто необъяснимое, глядя в бездну ночного неба и пытаясь разумом понять Бога, себя и бесконечную Вселенную с мириадами звезд. Шаг за шагом, от малого к большему, человек продвигается вперед в своем понимании мира и своего предназначения в нем. Мы люди пока еще только в состоянии развития эволюции и пока что наш разум не может объять бесконечную Вселенную. Поэтому природа относится к нам с пониманием и позволяет нам взаимодействовать только с теми слоями мироздания, которые здесь и сейчас нужны для нашей эволюции. Глядя в звездное небо, мы словно падаем в таинственную черную бездну, теряя твердую опору материалистического мировоззрения, пытаясь найти объяснение сущему величию в религиях, книгах, духовных и магических практиках. И опираясь только на свои чувства и несовершенные знания, мы упорно движемся вперед к разгадкам тайн мира. В этом наша суть, наше человеческое предназначение. Если сейчас нашему сознанию, которое имеет пределы, открыть сразу всю Вселенную, которая пределов не имеет, сознание может прямо сразу бесконечность не выдержать. Поэтому она должна ее постигать поэтапно. И поэтому получается, что есть та часть Вселенной, которая доступна нашим органам чувств, зрению, обонянию, и есть, которая недоступна, пока недоступна. Но доступ можно получить. Мы живем в очень узком частотном диапазоне, обусловленном физическими возможностями наших пяти органов чувств. Например, мы не видим ни ультра, ни инфракрасного излучения, а реальность нашего мира наблюдаем лишь в диапазоне определенных частот от 400 до 790 ТГц. Мы видим предмет, но не видим тепловых инфракрасных волн, исходящих от него. Мы многое не видим, иногда даже очевидное. Современная наука, например, говорит о том, что существует некая загадочная, невидимая темная материя или энергия, на долю которой приходится около 80% всей массы нашей Вселенной. Вселенная многомерна. То, что ученые называют темной материей, это непроявленная часть той энергии, которая не воспринимается нашими органами чувств и приборами, которые расширяют и улучшают свойства наших органов чувств. Но диапазон частот, который работает, наши органы чувств, они низкочастотные и не могут видеть тонкоматериальный мир. Но это не значит, что его нет. Он существует. И от того, что мы не видим тонкоматериального мира, мы не понимаем многие артефакты, которые возникают. И не можем объяснить паранормальные способности человека или особенно тех людей, которые смотрят в будущее. Для человека естественно желание заглянуть в свое будущее, убрать камни с дороги своей судьбы, понять происходящее, найти способы изменить настоящее. Где, в какой плоскости лежат ответы на все эти вопросы? И что для этого необходимо сделать? Раньше люди, согласно космической истории, обладали телепатическим интеллектом. И причем это было относительно недавно, скажем, 26 тысяч лет назад. Но в процессе эволюции или инволюции погружения в материю, или, как пишет Платон, человек стал терять божественный ген, он стал человек как бы деградировать в плане ухода в материю больше и отхода от духовных знаний. И человек потерял телепатический интеллект. Телепатический интеллект — это связь с Богом, это иметь способности, божественные способности, то, что мы называем паранормальными, без злоупотребления, то есть в созидание. То есть это способность развиваться и эволюционировать в направлении божественного плана. Потеряв телепатические способности, мы стали приспосабливаться к новой ситуации, все больше и больше погружаясь в материю и в сугубо материальное мировоззрение. Получение прямых знаний осталось приоритетом лишь отдельных личностей с хорошо развитой интуицией. Но как же взаимодействовать с невидимыми и для многих непризнанными частями нашего мира? Есть та часть Вселенной, которую мы пока не видим. И есть та часть нас самих, которую мы тоже пока не видим. Философы называют это наумен-феномен. Феномен — это то, что можно увидеть и пощупать. Наумен — это то, что можно прочувствовать, но пощупать пока нельзя. И до конца увидеть тоже. И вот фактически интересно было бы исследовать наумен, взаимодействовать с ним, разговаривать с ним, познавать его. И вот для этого возникает вопрос, а как воздействовать нашей части, которую мы осознаем и контролируем, с другой нашей частью, которую мы не осознаем и контролировать еще пока не можем? Или между видимой и невидимой Вселенной? И вот для этого нужны языки, на которых можно разговаривать. Дело в том, что наумен и вот эти все высшие силы могут разговаривать с человеком на любом языке. На каком? На любом. Потому что мощность этих разумов бесконечна. А человеческое сознание знает далеко не все языки. Поэтому для того, чтобы научиться общаться, существуют языки, на которых обе стороны договариваются вести диалог. Самый простой язык – это биолокационная рамочка и маятник. Область их применения очень обширна. От определения геопатогенных зон, источников воды, дефектов инженерных сооружений, до состояния здоровья и качества работы различных органов и систем человеческого организма. Для этого нужно войти в медитативное состояние и мысленно задавать вопросы в режиме «да-нет». И тогда через идиомоторную реакцию руки мы можем получить ответ. Работе с ними может научиться практически любой человек. История появления биолокации теряется в далеком прошлом. Волшебные прутики из лозы упоминались знаменитым ученым средневековья Парацельсом, а маятниками пользовались еще в Месопотамии, Вавилоне, Осирии и Урарту. Лоза и маятник работают по одному и тому же принципу. Только лоза – индикатор, с которым легче работать на местности, а маятник в основном служит для кабинетной работы. В наши дни существует общество радиэстезистов, которые изучают и используют это явление. Это значит, что Вселенная может отвечать, давать нам объяснение событий или объяснять какие-то факты через некий программный язык, а человек может программировать какие-то ситуации в своей жизни и во Вселенной тоже с помощью этого программного языка. Вселенная и человек на самом деле похожи на компьютер, потому что на самом деле компьютер, который человек создал, это макет человеческого же мозга. Мозг человека – очень хитрый орган, ставящий перед нами нерешаемые вопросы жизни и смерти, показывающие нам удивительные сны. Многое из того, что мы понимаем или нет о нас самих, находится в наших же головах. Мозг в среднем чуть больше килограмма, однако это один из самых сложных объектов во всей Солнечной системе. На него приходится лишь 2% веса тела, однако он имеет волчий аппетит и потребляет 20% энергии. Одновременно за мозг отвечают 80% наших генов. Ученые считают, что внутри нашего черепа содержится 100 миллиардов нейронов и на несколько порядков больше нейронных связей и цепочек. Человеческий разум – одна из самых сложных научных проблем, исследования которой приносят удивительные открытия. Наши нейроны могут находиться в двух состояниях возбуждения, торможения. Электронное реле компьютера тоже может находиться в двух состояниях, 0 единица. И поэтому компьютер является моделью человеческого мозга. Мы как бы сами себя сейчас проецируем в компьютерной технике и видим собственный мозг со стороны. И потом понимаем, что и человек, где-то гигантский биокомпьютер, и Вселенная, породившая человек, а также гигантский биокомпьютер. То есть некое живое существо, которое функционирует и в режиме компьютера тоже. Функция нашего мозга – обрабатывать информацию. Последняя способна храниться в нем, подобно тому, как компьютерный браузер сохраняет в кэш данные посещенных нами сайтов во время интернет-серфинга. Но мы можем получать доступ и к данным, которые хранятся за пределами нашего мозга. В 1958 году американские ученые обнаружили пояс радиации, расположенный в тысячи километров от поверхности Земли и в сто миллионов раз превышающий естественный радиационный фон планеты. Его назвали поясом Ван Алина. Ученые-эзотерики говорят о нем как о космическом интернете, предполагая за ним свойства пси-банка планеты или ноосферы, мыслящие оболочки, сформировавшиеся с развитием человеческого сознания. Он представляет собой новую форму обмена энергии и информации между обществом и природой. Поэтому такие вещи, как интуиция или ясновидение, вовсе не пустой звук. Мы можем получать в космическом интернете ответы на многие свои запросы. В этом поясе Ван Алинса находится пси-банк планеты, который является как бы компьютером управления всей биосферой и человека в частности. Когда человек обладает паранормальными способностями, открыл телепатический телег, он начинает контактировать с этим магнитным полюсом, поясом Ван Алина. И когда он начинает с ним контактировать, он входит в то, что мы называем синхронный порядок вещей. То есть, по-простому, о чем подумал, то и произошло. Ну а пока это не произошло, по крайней мере, с большинством из нас, мы попробуем использовать другие методы взаимодействия с тонким планом, чтобы разобраться в самом себе с событиями, происходящими в нашей жизни и нашим предназначением. Чтобы то, о чем подумал, сразу сбылось. В этом нам помогут древние системы предсказания Таро и Руны. Каждый из нас знает, что он родился. У каждого из нас есть день, месяц, год рождения. Так, так. Мы знаем, что у нас есть родители. Мы знаем, что у нас есть ДНК. Это та же информационная система. Молекула ДНК это программа, которая говорит клетке, как соединять белки, как поддерживать жизнь, как осуществлять обмен веществ, как перерабатывать энергию. Клетка осуществляет вычисления, которые позволяют ей жить и размножаться. Это алгоритм переработки энергии, закодированный в ДНК. Но кроме физиологических особенностей, клетка еще несет ментальные накопления рода, которые проявляются в психологических особенностях человека и в дальнейшем определяют его судьбу. И приходя сюда, мы получаем от родителей набор, вернее, даже так скажу, тип мышления, который по закону аналогии соответствует типу мышления нам самим. Судьба это наши мысли, это наш тип мышления. Первый, первичный уровень мы начинаем понимать, что далеко не все события, которые мы призываем, в нашу жизнь приходят. А зачастую в нашу жизнь приходят совсем не те события, которые мы призываем. Этот уровень дает нам много вопросов, много страхов, волнений, и то, что мы называем негативными событиями. И на данном первичном уровне мы совсем не понимаем, почему, потому что еще просто не осознаем, что, оказывается, источник это наши ментальные установки. при гадании на картах Таро происходит некое подобие резонанса, когда энергетические образы в нашей голове, связанные с определенной жизненной ситуацией, резонируют или проявляются через выбор той или иной карты, соответствующей этой ситуации. Это помогает провести самоанализ, понять, на что нужно обратить внимание, как поступить в той или иной ситуации. Наши ментальные модели, они образные, они это система образов. И вот когда мы начинаем взаимодействовать сами, как система образов, с системой образов, для нас открывается возможность увидеть, чем мы наполнены, какими ментальными моделями. Мы можем сделать очень-очень просто. Мы прекрасно осознаем, какие образы мы видим. И совершенно спокойно можем разложить, вот точно так же, как это сделала я. Система Таро это одна из очень мощных систем духовного развития человека. И человек, который пребывает в этой системе, он может постоянно трансформироваться и менять свою жизнь в лучшую сторону. Система Таро это очень древняя система, но она постоянно модернизируется. Существует три архетипных базовых колоды Таро. Все остальные это будут производны от этих колод. Первая это Марсельская Таро, одна из самых древних систем. Она очень распространена в Европе. Вторая система это система Рейдера Уэйта. возникла в начале прошлого века в Великобритании и она является очень популярной в США и в странах бывшего Советского Союза. И третья система которая тоже возникла в Великобритании это система Кроули. Ну вот она несколько специфична. Колода карт разработанная знаменитым Алистером Кроули ее еще называют колодой Тота представляет собой сложнейшую квинтэссенцию из мифов разных народов староеврейском учении о Кабале нумерологии практической магии и астрологии. В наше время наиболее распространены карты Уэйта. Особенно их рекомендуют для начинающих. Главный идеолог колоды Артур Уэйт который входил в тайный орден Золотой Зари и занимался духовным развитием. И все рисунки которые выполнялись этой колоды все рисунки которые мы видим на картах это было сделано художницей Памела Колмен Смит. И вот моя настольная книга для чтения это иллюстрированный ключ Таро который написал автор Артур Уэйт. К сожалению эта книга не очень проста для чтения непосвященному читателю. Но если человек хотя бы чуть-чуть уже знаком с системой Таро чуть-чуть знаком с духовными знаниями каким-то эта книга откроет для него очень-очень много интересных моментов. Карты Таро это старинная система символов состоящая из 78 карт которые делятся на старшие арканы 22 карты и младшие 56 карт. Они традиционно украшены изображениями с глубоким философским религиозным и культурным подтекстом сценки из разных древних верований и религиозной практики. Каждая из карт имеет свой оригинальный рисунок и уникальное название и раскрывает цель некий архетип ситуации жизнеощущения и возможные риски. Работая с Таро мы можем просматривать ситуации на ближайшее будущее ближайшее прошлое потому что не понимая прошлого мы очень часто не можем понять как дальше действовать потому что мы просто не извлекаем уроков из нашего прошлого. Иногда нам кажется что мы действуем правильно и просто другого варианта быть не может и нам кажется что мы действуем свободно и наш выбор свободен но на самом деле это иллюзия потому что мы действуем в рамках той программы которую в нас заложило в наше воспитание и соответственно мы делаем выбор который кажется нам само собой разумеющимся но не всегда будет правильным поэтому в нашей жизни и естественно в моей тоже часто происходят ситуации в которой называют наступать на одни и те же грабли и мы бывает топчемся по этим граблям очень очень долго и вот система Таро это одна из систем которая может позволить нам либо обойти грабли либо просто их выбросить с нашего пути несмотря на то что каждый аркан имеет в разных колодах разные изображения смысловая нагрузка у них одинакова например девятнадцатый аркан обозначающий солнце имеет ключевые понятия такие как рассвет утренние заря подлинное примирение спокойствие радость жизни легкость и незацикленность любая карта Таро многоуровневая она является ключом для понимания ситуации и того как мы оказались в ней по факту это система психоанализа очень мощная что она дает еще раз хочу сказать она меняет судьбы в буквальном смысле потому что мы по своей сути сущности разума и понимая и видя что происходит у нас автоматически запускается система корректировок так как я психоаналитик то конечно делаю доминанту на самопознание поэтому когда мы делаем запрос кто я что мне нужно к чему меня это ведет это уже первое открытие самого себя и перехода с бессознательного на уровень осознанного где нам сразу система оракула скажет какими доминантными ментальными установками мы были наполнены и запускали события в свою индивидуальную жизнь даже этого не осознавая с этого момента прямого взаимодействия с оракулом Таро у нас открывается возможность создать или оставить те образы а аналогично этой ментальной модели и укоренить их в себе которые в нас открывают радость и благосостояние вот таким образом работая очень просто с Таро мы начинаем формировать ту судьбу которую сами для себя провозглашаем в чистом виде и это гораздо проще нежели мы порой об этом думаем как происходит взаимодействие с системой карт Таро на практике как мы можем увидеть то что скрыто в нас от самих себя человек берет данную систему в руки происходит синхронизация энергетическая и по моему запросу человек начинает вытягивать ряд образов например есть такая уникальная система как таблица Джохаря она звучит следующим образом я звучу однозначная самооценка здесь твои представления о самом себе совпадают с тем как оценивают тебя другие и вы левой ручкой с данной системы выбирайте образ будьте уверены данная матрица даст вам возможность вытащить именно ту карту которую соответствует данному запросу положили следующий аспект я звучу подсознательные процессы внутри твоего я которых не осознаешь ты сама и естественно не видят другие и вновь что я делаю запрос и вот ты держишь своей ручкой и самым уникальным образом данная система входит во взаимодействие и ты вытаскиваешь именно тот уровень которому соответствуешь сама в точке эволюции здесь и сейчас следующий запрос то что ты сама о себе знаешь при этом предпочитаешь чтобы это пребывало в твоем внутреннем центре и вновь ты вытаскиваешь соответствующий образ следующие шаблоны поведения которые отмечают другие но ты за собой не замечаешь и ты вытаскиваешь и у нас создается твоя индивидуальная матрица которая автоматически дает возможность обеим сторонам едино через систему образов понять прочитать увидеть что происходит и если есть необходимость корректировки и как это сделать таким образом внутренний мир подсознательные процессы глубоко спрятанные внутри нас и неосознаваемые нами предстают перед глазами в виде символов карт Таро и часто это помогает увидеть ситуацию с совершенно нового неожиданного ракурса увидеть и осознать осознать значит понять и изменить давайте рассмотрим как работает Таро на примере какой-нибудь карты какого-нибудь старшего аркана вот допустим вытащим вот мы старший аркан Таро дьявол естественно что большинство людей воспринимает этот аркан достаточно негативно но вот второе не существует понятие негативный аркан да есть просто некоторое свойство которое будет проявляться в жизни в частности что может показывать этот аркан в первую очередь он показывает на практичное поведение человека когда человек не витает где-то в облаках осознает свои потребности находится здесь и сейчас и решает свои материальные вопросы я думаю что вы очень часто видите людей в своей жизни которые где-то улетели в облака и они в общем-то не имеют связи с реальностью да соответственно и жизнь их не развивается точно так же есть какие-то планы есть какие-то проекты которые никогда не реализовываются аркан дьявола основное его свойство это связь с физическим миром допустим приходит ко мне клиент и задает мне вопрос что мне сделать я вот по жизни вот постоянно занимаюсь духовным развитием хожу на всякие курсы на всякие тренинги но так по жизни у меня ничего и не получается почему и вот я задаю вопрос почему и выпадает аркан дьявол о чем это говорит наконец-то начни думать о своих физических потребностях о своем физическом теле о том как ты зарабатываешь деньги о том кто рядом с тобой где ты живешь как твоя развивается твоя сексуальная жизнь хватит витать в облаках заземляйся и начинай делать что-то для того чтобы решать проблемы своего тела и такой совет бывает очень полезным ну другой вопрос конечно насколько человек к этому совету прислушиваться давайте мы еще раз смотрим еще одну не менее интересную карту которая обычно воспринимают как очень и очень негативную эта карта называется аркан башня обычно ее связывают с различными трудностями в жизни с проблемами с болезнями разрушениями и так далее и это частично правда ну давайте мы рассмотрим немножко более глубоко духовный смысл этой карты башня это символ знания мы видим пару которая слева слетает с вершины башни в результате ударом молнии видите да пара это символизирует слово и она всегда бывает парой слово изреченное и слово неправильно истолкованное любое слово которое мы понимаем любое знание которое мы понимаем оно будет неправильно истолковано пока не про мы его не пропустим перед через призму личного опыта и вот смотрите что у нас остается на башне остается корона а корона это как раз является символом вот усвоенного личного опыта и так башня это растет то есть вот через испытания через сложности мы нарабатываем практически жизненный опыт который помогает нам потом добиваться новых вершин достигать каких-то позитивных результатов ну плохая ли эта карта да на какой-то этапе на каком-то этапе может показаться что это не очень хороший момент да но без вот этих испытаний которые приходится проходить да мы не сможем добиться и вершины мы не сможем победить многие события в нашей жизни как бы запрограммированы свыше в том числе и негативные но зная о том что предстоит мы будем уже иначе реагировать на это а значит возможность принятия правильных решений увеличится приходит например какой-то человек и хочет познакомиться предложить осуществить совместный проект вот карты тро могут рассказать что этот человек пришел благодаря вот такой-то ситуации осуществить вот такую-то задачу и результат этого сотрудничества вот такой-то дальше когда мы получили расшифровку мы смотрим интересно нам принимать участие в этой задаче или неинтересно можем принять можем отказаться но полную информацию о том почему это происходит карты тро даю это называется разговоры со вселенной есть еще одна очень древняя предсказательная система руны магический алфавит система оберегов один из древних способов письменности все это руны они представляют собой набор графических изображений которые можно рисовать вырезать в камне или на дереве выкладывать из палочек их использовали также для защиты нанося на двери и окна вышивая на одежде а также их задействовали для привлечения удачи произнося вслух или изображая на талисманах и амулетах ими исцеляли с их помощью побеждали руны многогранны их применение варьируется от утилитарного до оккультного первое упоминание о рунах датируется примерно первым веком руны вырезались на скалах на дереве на бракеатах на камнях это огромный пласт исторический который подтверждает наличие рун и не только их историческую функциональность не только их мантическую функциональность но в некоторых случаях и магическую составляющую вырезанные руны относятся к разделу руника эпиграфика то есть это вырезанные резные руны чуть позже в пятом веке стала появляться письменность руника манускрипта которая уже писалась на пергаменте на бумаге и до нас дошло огромное такое же количество которое сохранилось а рунами интересовалось огромное количество и ученых и химиков и алхимиков и монахов и людей которые были склонны к подобному вот изучению древнейших артефактов каждый внес свой вклад в развитие рунологии рунология как наука о рунах уже приняла свой окончательный вариант примерно в 17 веке это уже пошла точная наука о рунах и она в свою очередь опять таки разделилась на научную составляющую рунологии и магическую составляющую рунологии потому что те литературные памятники те памятники исторические которые до нас дошли они косвенно доказывают что рунами творили волшбу это и есть связь с тонким миром наибольшее распространение получило гадание на скандинавских рунах или рунах футарка 24 карты с символами плюс одна пустая карта эти незамысловатые изображения из черточек скрывают понятия несущие смысл и суть духовности древних людей их знания о мире и мироздании и можно только восхищаться глубиной этих смыслов и знаний и почтительно принимать их Согласно скандинавской мифологии руны открылись Одину когда он пронзив себя копьем 9 дней и ночей провисел на мировом древе без еды и питья после чего утолив жажду священным медом он услышал руны и начертал первые из них копьем на древе собственной кровью одна руна может иметь от 10 до бесконечности значений не выходя за рамки своей функциональности если это руна означающая огонь то она может означать и духовные терзания она может означать и открытые пути она может означать и пожар это уметь понять что вам говорит руна вот этому нужно учиться конечно руны являются совершенной системой охватывающей различные силы и явления действующие в окружающем мире и находящие свое отражение в естественной природе человека поэтому они могут символически отвечать на любые вопросы я взяла руну феху это самая первая руна алфавита замечательная руна очень сильная это начало энергетического потока через феху можно проживать энергию всего футарка это очень хорошая руна это руна вообще это руна означающая скот пасущийся скот так как в древние века количество скота являлось показателем достатка у людей то переведя эту руну на наш современный уже более язык это руна материального достатка но эта руна может показать духовный достаток хотя она в большей степени материальная безусловно но иногда в совокупности с какими-то рядом находящимися рунами она может показать и духовность какую-то но редко как я уже сказала это руна достатка ее рисуют на каких-то амулетах для притягивания в свою жизнь денежных форм в работе с рунами есть обязательное выполнение определенных ритуалов таких например как активация набор рун купленный вами заговорит только после подключения их к определенным стихиям или богам как это сделать знает мастер работающий с рунами для того чтобы руна работала ее нужно активировать потому что если вы просто ее нарисуете где-нибудь на стене ну может быть она как-то внезапно там сработает потому что руны все равно имеют какую-то свою энергию но не факт что она будет работать а для того чтобы она работала целенаправленно намеренно на ту ситуацию на которую вы хотите ее вы должны сформировать свое намерение вы должны задать этой руне работу задать ей задачу и оговорить эту задачу вы должны ее подтолкнуть на работу дальше это идет уже активация самой руны активируется она тоже разными способами есть малый ритуал есть большой ритуал есть стихиями есть с привлечением богов здесь тоже очень великое множество то есть когда вы покупаете свой первый набор вы совершаете определенные манипуляции вы привязываете этот набор к себе вы ему говорите вот ты мой вы этому набору говорите пришел твой хозяин мы с тобой будем работать ты мой инструмент вы мои маленькие помощники мои маленькие друзья все что я у вас буду спрашивать вы мне будете рассказывать правильно точно и верно руны никогда не врут другое дело что мы не всегда умеем понять что они говорят этому тоже нужно учиться руны это как бы сказать это определенные вибрационные частоты которые исток которых находится аж в шестом измерении в виде лучистой энергии руны как символическое изображение качества той или иной энергии управляют жизнью не только людей но и планеты каждый день меняется качество потока космической энергии идущей на планету естественно это влияет на все земные процессы в том числе и на людей об этом знали древние майя а современный ученый хосе аргуэльес создал календарь нового времени на базе майянского календаря с учетом солнечно-лунных циклов и качество меняющихся космических потоков я могу например привести действие рун которое было например 2014 год с 14 марта по 20 марта когда была аннексия Крыма тогда действовали две руны одна руна называлась космическая древо возвращает землю это руна которую Гитлер взял за основу как свастика и как ни странно в этот 14 марта началась аннексия Крыма потом действовала руна через 4 дня которая называется 49 революция то есть изменение сознания то есть именно с этого момента стало меняться сознание так никто не будет возражать что будет изменилось сознание и Украина она стала себя чувствовать как что она потеряла что это за территория вот вам невидимое действие рун ур связанный с кодом и дзин вот это так идет невидимое управление пожалуй самые добрые и популярные представители тонкого мира это ангелы во всех религиозных традициях есть описание этих светлых сущностей приходящих на помощь человеку в разных ситуациях есть мнение что ангелы это как существа высших порядков измерений там пятое измерение то есть это уровни наших мыслеформ они с крылышками там с лицами как у людей и так далее я понимаю ангелы это проводники мысли Бога это тоже электромагнитные вибрации которые обладают разумом в последнее время появилось такое понятие как ангелотерапия автором которого является известный американский медиум Дорин Верчи она входит в двадцатку современных ныне живущих духовных лидеров мира она напрямую общаясь с ангелами она исцелила множество людей с помощью ангелом терапии и она запатентовала название angel therapy ангельское исцеление therapy исцеление через общение с ангелами через разные каналы яснослышание и ясновидение ангелы это духовные существа но ошибочно думать что ангел служит человеку ангел служит человеческому духу когда мы говорим о каких-то пустяках неэтичных желаниях неэкологичных просьбах ангел не отзывается и не способствует их реализации потому что это противоречит развитию нашей духовной сущности я общалась с ангелами наверное всю свою жизнь я осознавала это но я стеснялась в этом признаться потому что я боялась казаться чудаковатой если не сказать сумасшедшей в моей жизни была четкая история в моей семье она была связана с рождением моим сыном и имя моего сына мне четко на шестом месяце нашептали ангелы моя семья не приняла это имя и были очень удивлены почему я назвала своего сына но у меня было устойчивое понимание что это имя каким-то образом определит жизнь моего будущего сына потом события показали что я не ошиблась и наверняка вы знаете сандальфон это пророк Илья который стал вознесенным архангелом сандальфоном это очень сильное имя потому что когда ты даешь имя имеющее материальную природу а потом высокодуховную природу то однозначно я своему сыну дала двойную силу и конечно же кроме того что у него есть свои два ангела хранителя у него есть покровитель ангел сандальфон многие из нас участвовали в невероятных историях но все и всегда списывали на случайность и показалось случайные мысли пришедшие как нельзя вовремя настойчивый образ перед глазами отказ от поездки закончившейся аварией причем здесь ангелы но некоторые просто чувствуют ветер от шороха их крыльев каждому из нас хочется верить что мы рождены и мы сопровождаем по жизненному пути ангелами хранителями один или два идут споры в разных религиях и конфессиях говорят сколько же один который записывает ваши грехи один который записывает ваши хорошие поступки это мифы медиумы которые выходят на общение с ангелами хранителями говорят о том что у каждого человека два ангела хранителя известный священник и проповедник Александр Мень как-то сказал что даже если вы никогда не представляли себе Господа Бога и не понимаете связи с Всевышним то вам все равно свойственно верить в некие силы которые вам помогают и которые вас безусловно любят общение с ангелами которые помогают вам чувствовать себя не одиноким не обреченным и любимым на самом деле настраивать человека на такую гармоничную волну они настраивают нас на ангельскую чистоту и эта чистота делает нас более вдохновленными улучшает наше видение мира осознанный подход к этому миру к пониманию нашей роли и нашего предназначения в этой жизни самые креативные находки и самые правильные решения для эволюционного развития наших личностей происходят только тогда когда мы находимся в душевном равновесии и вот именно в этом нам помогают ангелы по аналогии с картами Таро и Рунами существуют также и ангельские карты которые помогают общению с ангельскими сущностями и дают символические ответы на запросы человека относительно своей жизненной ситуации ангельские карты они так же как и карты Таро 78 карт в колоде насчитывают являются моим любимым инструментом вот в частности высшие арканы архангел разиил архангелы соответствуют неким кристаллам соответствуют знакам зодиака вот разиил это архангел знака зодиака лев разиил отвечает за алхимию за эзотерику за способность работы с духовными сущностями в моем случае это точное понимание того что я соответствую своему знаку я призываю его помогать мне и ассистировать когда я работаю с ангельскими картами вот архангел уриил покровительствует журналистам писателям спикерам те кто работает с вербальной информацией потому что его впечатляют люди которые работают со словом с коммуникациями архангел Рафаил знают почти все самые популярные названия это Михаил Гавриил Рафаил Рафаил это целитель в переводе означает бог исцеляет он всегда салатового цвета мужской красивый сильный и конечно же к нему надо обращаться не только когда вы хотите пойти на операцию вам нужны силы для того чтобы пережить эту операцию если вы открываете новую медицинскую медицинскую практику покровитель Рафаил архангел ариил вот здесь можно увидеть что здесь изображена дама то есть если у нас до этого были мужчины то здесь дама архангел ариил это архангел который покровительствует силам стихий кстати ариил его любимый кристалл розовый кварц бывает что я с помощью карт говорю совершенно необычные вещи я получаю ключ с помощью этих карт и потом информирует человека о той информации которую я получила я не являюсь медиум я являюсь просто как почтовый голубь который приносит вам весть и вместе уже мы работаем для того чтобы расшифровать эти послания ангельские карты очень охотно подсказывают каких личностных качеств недостает человеку для получения желаемого они безусловно приносят пользу выступая оракулом советчиком дают неплохие рекомендации относительно правильной тактики поведения в различных жизненных ситуациях подсказывают как избавиться от негатива сглаза или порчи а также просто привести в норму свое физическое тело и душу каждый человек идет своей дорогой и каждый хочет чтобы его жизнь была ему в радость многие очень так события происходят на земле благодаря человеку и без человека этого бы никогда не было человек является мостом между мирами поэтому если мы задумаем что-то сделать например построить дом вырастить сад эта мысль прежде всего находится на ментальном мире а потом эта мысль начинает влиять на энергетические потоки потоки начинают перестраивать атомы и молекулы вещества и в результате в физическом мире материализуется наша идея вот то есть на самом деле все начинает происходить из идеи в том мире наш дух наша душа какие-то высшие силы генерируют события как только мы эти события видим мы даем им возможность воплотиться в реальном физическом мире это каждый человек приходит на эту планету в эту жизнь приходит для реализации какой-то цели какой-то поставленной задачи обычно это новый опыт для души движение по пути реализации своего жизненного предназначения это всегда приносит удовольствие радость и счастье вот по-настоящему счастливым можно быть только двигаясь по пути духовного развития по пути реализации своего жизненного предназначения я не хотел бы чтобы вы понимали путь духовного развития как вот просто занятие какими-то духовными практиками или еще чем-то да я хочу сказать что просто написание иногда кода программного может доставлять человеку невероятное счастье и вот все системы духовного развития в том числе и система таро позволяет человеку выйти на свое жизненное предназначение для кого-то это будет таро для кого-то это будут руны для кого-то это будет астрология для кого-то это может быть дыхательные практики йога но вот у каждого что-то свое что ближе к его душе это тоже будет частью вот собственно этого пути этого духовного развития и только раскрывая свой жизненный потенциал можно стать по-настоящему счастливым человеком чего я вам всем и желаю мы рассмотрели лишь некоторые способы взаимодействия человека с тонким планом существуют еще хрустальные шары экраны голосовые эффекты и многие другие все они все они в той или иной степени дают возможность общения с другими невидимыми но реально существующими мирами мир каждый видит в облике ином и каждый прав так много смысла в нем тонкий мир многообразен и его восприятие дается по осознанию нет общей мерки или трафарета которое можно было бы к нему приложить соприкоснуться с тем чего на твой неподготовленный взгляд не существует можно лишь тогда когда внутри тебя есть механизм допускающий возможность подобного соприкосновения и главное есть желание постигать окружающий видимый и невидимый мир в том числе у тебя лиace генадик автор 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 вы Продолжение следует...